В Самарканде дан старт дням КАМАЗа, которые проводятся при содействии Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана совместно с публичным акционерным обществом КАМАЗ Российской Федерации. Ранние дни КАМАЗа прошли в Ташкенте. Основная идея привлечь выпускников высших и профессиональных образовательных учреждений Узбекистана в сфере автомобильного производства и технического обслуживания к работе на российских заводах и предприятиях компаний. Представители корпорации рассказали молодым людям о возможностях трудоустройства, разъяснили процессы заключения контрактов со специалистами, подробно поделились с достижениями крупнейшего производителя грузовых автомобилей. Сегодня КАМАЗ занимает 14 место в мире по объему производства грузовых автомобилей и тяжелого класса. Более 40% рынка принадлежит КАМАЗ. Свыше 2 миллионов 300 тысяч автомобилей сошло с конвейера за время работы. Каждый третий грузовик в стране выходит под брендом КАМАЗ. Заинтересованность столь крупной компании в индустрии автомобилестроения в молодых кадрах Узбекистана говорит о высоком потенциале профессиональных образовательных учреждений в подготовке специалистов. Мы готовы принять каждого желающего, кто хочет работать, развиваться, потому что у нас очень широкий спектр вакансий, у нас большие возможности для профессионального и карьерного роста каждого сотрудника, поэтому мы будем рады каждому. Я буду механиком-водителем и буду проверять, как работают все системы грузовых и электробусов и всех остальных производящих транспортных средств. Сегодня компании КАМАЗ требуются до 2000 молодых кадров среднего звена в сфере машиностроения. Рабочие места предлагают 7 заводов, функционирующих на базе крупной корпорации. Это, к примеру, прессово-ранные, ремонтно-инструментальные, кузнечные, линейные и другие заводы. Наряду с официальным трудоустройством и высокоплачиваемой работой работодатели обеспечивают бесплатным общежитием компенсации питания и проезда. Вини КАМАЗа планируют провести и в других регионах нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова